Поздравляем! 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 Спасибо! Николай, поехали! Для истории! Это же не для меня! Что значит покрасивший? Я переболела! Давай здесь скажи! Започетковый... Да не на, говорите по-украински! Не знаю, я не понимаю! А, говорите по-русски! Уже в голове вообще какой-то бардак! Ну, площадка не простаивает я смотрю! Не простаивает площадка! Основывается традиция, закладывается традиция! То есть на сегодняшний день уже у нас приходят сюда отмечать дни рождения, приходят дети отмечать какие-то свои праздники, у них только детские такие праздники. Ну и родители, соответственно, тоже приходят. Что здесь было раньше? Я вот забыл просто раз спросить. Я не спрашивал в прошлый раз. Здесь была свалка, 500 кубов мусора было. 500 кубов? Так это сколько машин? Юрий Юрьевич, это очень много машин. А представьте, сколько населения сюда привезло, этих машин привезло этот мусор. И ботовой, и строительный. Ну, проблема была, поэтому у нас... И сколько же она существовала, эта свалка? 500 кубов? Больше, больше. Нет, она лет 10 была, потому что когда подтоп был, когда дали квартиры, вот 10 лет, здесь были жилые дома. И вы как бы комфортно себя чувствовали, сваливали и сваливали? Нет, 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 здесь жили люди. Когда пошел подводный, грунт подошел, воды подошли, затопило людей, им дали квартиру. И вот эти дома не потратили своевременно, а получилось, что они сами по себе разрушались, сами уже от естественного процесса. И образовался здесь, из-за того, что грунт был влажный, пошло камыш, зарос камышом. Хорошо, и камыш пришла вот идея с мусорной свалки. Председателю нашего поселкового совета. Зина Николаевна, поподробнее с этого места. Я поподробнее. Поподробнее расскажу. Подробнее было так. Идея витала, она уже просилась, она уже давно. Но проблема в том, что комитет сам по себе, это общественная организация. Нам не оплачивают, то есть мы как бы собрались, самоорганизовались и собрались, чтобы удовлетворять нужды социальные, бытовые, нужды наших жителей. Ну, это понятно, понятно. Так вот нам не платят. Но, естественно, что своими силами мы такую площадку не могли бы отстроить. Ну, понятно, 500 кубов вывести. Только вывести 500 кубов. Это только вывести, да, уже. Поэтому я обошла, с членами комитета обошли все предприятия. Я их просила, им рассказывала, им объясняла. Будьте социально ответственны. Посмотрите на, все-таки работали, раньше жители работали на ваших предприятиях. По большому счету вы стали собственниками, вы средства производства получили. Помогите теперь этим людям, которые работают на вас, помогите, чтобы хотя бы уже не моих детях, хотя бы могли проводить время. Да, собственно, нормально проводить, так, как полагается детям. Все отказали. Все предприятия, кому я обращалась, и к депутатам обращалась, ко многим, отказали. Единственный человек, к кому я подошла, я была, конечно, и вообще, вот честно говоря, я была удивлена, я была поражена. Я обратилась к Владу Чайки, пришла к Владимировичу Чайки. А где вы его нашли? Вот так вот просто взяли и носили? Нет, я случайно, я спросила. Ну, обратила внимание, что парень там. Я хотела, пришла к Чайке на прием. Ну, к нему попасть это тяжело. У нас горожане, кстати, мало кто знает его в лицо, Влада Владимировича Чайкова. Ну, сейчас, я думаю, что узнают, потому что мне он понравился в стране. То есть мне вообще, если честно сказать, мне вообще понравилось. Когда я только обратилась, он говорит, да нет проблем. Что, он один вывез 500 кубок? Нет, ну, дело в том, что тут, конечно, и заводская администрация, когда мы... Я сделала проект. За свои средства я создала проект. Бумажный носитель. И этот проект, значит, предоставила на конкурс. Конкурс был такой городской органов самоорганизации носителей. А, ну да, был же такой. Ну, так что там давали, 15 тысяч гривен? И на эти 15 тысяч дали 20, освоили, меньше 15 тысяч освоили. Ну, опять-таки, для того, чтобы освоить, там, планировку, на саму планировку. Но до планировки надо было убрать это все. Более того, прошло опять период. Это же место, как говорится, святое место, пустое не бывает. Соответственно, начали опять завозить мусор. Опять начали с больших домов потихонечку подкидывать. Потихонечку к вам сюда. А вон там у вас, я смотрю, за спортплощадочкой, там есть территория. Вау, туда бы можно было покидать. Ну, вот прямо там за площадкой. Что, люди успешно некоторые делают. Приезжают машины из заводского района. Номера, говорите мне тех машин. Хорошо, вот дежурьте и говорите номера тех машин. Вот мы сейчас возьмем тогда наше движение родителей против наркотиков. Ваши наистики? Слава Богу. Она вам варит кушать? Да пока да. Мой муж тоже хочет кушать. Мне некогда стоять дежурить. Поэтому давайте вашу жену с ней будем стоять с вашей женой. Подожди, подожди, но это вы здесь живете. Нет, мы живем, но видите, мы же не сторожа. Ну так сейчас засыпят эту свалку за... Мы стоим на каких позициях комитета? Изначально. Вообще идут большие... Вот рядом, рядом там, я посмотрел территорию. Если вы там ничего не построите, оно же сразу забадает. Где рядом? Рядом это... Да вот, ну вот, через забор, вот, за стенкой, за стенкой. Значит, послушайте меня. Что там будет у вас? Или там что-то будет? Мы стоим на каких позициях? Комитет, вот лично я считаю, как... Есть люди, кому в жизни повезло, назовем это так, а не более успешно. Есть люди, которые... Есть кому очень повезло. Очень. Ну, тут таких нет. Есть кому фартануло так, что... Есть, есть и такие. Есть и такие. Поэтому, если тот, кому сильно фартануло, 10% своего фарта отдаст на развитие таких вот микрорайонов бедных, можно считать, что... Нет, не вопрос. Что там будет год за... Вот что-то будет на той периоде. Давайте, давайте, я же подвожу к этому. Все молчу. Значит, ситуация... На мой взгляд, так вот, те люди, кому в жизни повезло, значит, они должны как бы вкладывать что-то. Повезло это вот... Вот видите, вот там дома. Люди более успешные. То есть дома двух-трехэтажные. Кстати. Эти дома появились в результате самозахвата. Я подошла к людям и попросила их помочь нам тоже, в том числе. Люди не отказались. Ну, не могли они. Ну, им же тут жить рядом, да. Я тоже думаю, что им жить. Поэтому они, скажем так, посильный плат свой вносят в развитие микрорайона. То есть финансово, насчет комитета они перечисляют деньги. И, в общем-то, уже на сегодняшний день у нас есть определенная сумма. Это небольшая сумма, конечно, на нее площадку не откроешь. Не, я сейчас не о площадке. Я сейчас о номерах машин, которые будут у вас. Они могут в течение месяца сделать вам свалку. Она будет выше тех домов. Так вот, те, кому очень повезло. И поскольку у них дома, скажем так, не чета этим домам, я думаю, что они поставят у себя видеокамеры и будут делать съемки. Да, да. Я об этом сейчас говорю. Да. Вот мы поможем. Мы подсоветим. Ну, хорошо. Хорошо. Конец четвертой части.